МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходим после длительных праздничных выходных. Жители Бурятии ждет короткая рабочая неделя. Дальше настраиваемся на привычный лад. Следующий длительный отдых ожидает нас только в ноябре. Это программа Восточный экспресс в студии Сергей Соголов. Здравствуйте и о главных темах выпуска. Очередная массовая забастовка на Улан-Удэ-Стальмоз. Что стала последней точкой кипения? Расскажет Енина Немаева. Новые проекты здравоохранения Бурятии. Как оценивают их пациенты и чиновники из Москвы? Расскажет Евгения Жировова. А когда-нибудь это место назовут безопасной и качественной дорогой. А что этому мешает, расскажет дежурная погода. И начнем с массовой забастовки. Улан-Удэ-Стальмоз остановил сегодня производство. Сотни рабочих отказались приступать к своим обязанностям. Причина очередная и уже традиционная задержка заработной платы. Все подробности у Енины Немаевой. И то, что я буду говорить, вы покажете по телевидению? Покажем. Да. Путину хоть донесите, что нам зарплату не платят. ЦД. ЦД. Приехал там какой-то овчину, как бы делают, он там посмотрел. Почему на завод-то не приходит? Он же вроде бы из федерального значения или что ли? Этому негодованию уже не месяц и не год. Улан-Удэ-Стальмоз даже с московским руководством бросает в штурм. На завод заходили прокуроры, следователи Минпромторг. Вопрос, казалось бы, решался. Терпели. До пятницы подождите. Потом опять до пятницы. Вы еще подождите. И вот прорвала забастовка почти две сотни человек. С утра люди хотели идти по 142. Как будто увольнением угрожают. Вас принимают заявление? Да, да, да. Принимают. И когда начали принимать? Сейчас только что. До этого нам говорили не принимать. Почему денег нет? Желание руководства. Почему денег нет? Потому что заказчики не платят. Не платят они по той причине, потому что эти заказы уже здесь долго задержались. И, в принципе, отгрузки таковой нет. Как вы считаете, Садыков вообще хочет сохранить завод? Да, хочет. Если бы он не хотел, он бы не предпринимал никаких действий. Он все равно что-то делает. И тем не менее, на заводе долг. Московский бизнесмен Туфан Садыков в последний раз платил рабочим лишь в апреле. И то аванс. Вы что хотите? Сенсацию? Это уже не сенсация. Бухгалтерия ООО не работает. Главный бухгалтер не работает. Все уволились. Не лучше обстоят дела и в ЗАО. Бывшая компания Улан-Удэ Стальмост банкрот. Там 9 миллионов долг. Инвестор в глаза, главе дает обещание, что он свое обязательство выполнит и не исполняет. К сожалению, полномочий министерства в данном случае практически не исполняется. Обещание данной главы министерства просто не имеет такой возможности. Московского инвестора нашли в прошлом году с подачей правительства в Бурятии. Разработали дорожную карту по выходу из кризиса. Но света в конце тоннеля по-прежнему не видно. Сколько может продолжаться все эти забастовки, заявления? Обратись в СТНУ. Помогите нам. Все-таки же мы граждане России. Не приезжие, не какие-то невестербайтеры. В конце-то концу. В Улан-Удэ прибыла делегация Комитета по социальной политике Совета Федерации. Сенаторам расскажут, как планируют улучшить здравоохранение в Бурятии. Провели круглый стол, оценили новые проекты в поликлиниках. Что же изменится после этого визита в здравоохранение, расскажет Евгений Жировова. Вот когда вас что-то не устраивает, вы недовольны и все-таки решили пожаловаться. К кому вы обращаетесь? Пожаловаться, если что-то не устраивает. Ну, наверное, выговариваем. Не, ну это понятно. Терапевта своему. Но тем не менее. Здесь все делают, чтобы жалоб стало меньше. Год назад первая поликлиника вошла в пилотный проект «Бережливая поликлиника». Разделили потоки пациентов, расширили колл-центр. Теперь за справками в отдельный кабинет. Результаты анализов на электронную карту. Если у нас удовлетворенность была в прошлом году 56-54, сейчас мы постепенно вырастаем до 70%. Но у нас есть еще к чему работать. Бережливые технологии оказались малозатратными. На ремонт и оптимизацию ушло полтора миллиона рублей. Правда, вложения пока оценили не все. Ну, бывает, в первый раз и не все так, как хотелось бы. Вот сегодня анализ, допустим, я сдала. А получить результат не могу. Ну, я лично заметил раненцы. Раненцы я не видел. Чистота, порядок, хорошее сидение. Все приятно выглядит. Поликлиники, амбулатории и ФАПы. Первичное звено здравоохранения – самое больное. Именно здесь больше всего жалоб. Вопрос не в количестве учреждений, а в правильной организации. Прежде всего, конечно, выходить на проекты Бережливой поликлиники. Второе – в первичном звене внедрять практику семейного доктора. Если хотите, то вообще сельская медицина, она по-другому и вряд ли сможет модернизироваться. Некоторые регионы уже приступили к тому, что и городская система здравоохранения, поликлиническая, тоже переходит на практику семейного врача. В прошлом году мы построили дополнительные вели в эксплуатацию 11 фельдшерских пунктов, отдельно, офис врача, общей практики. В этом году дополнительно запланировали строительство еще семи фапов. Главный итог работы – целый пакет рекомендаций. Вместе с дополнениями их разошлют по всем регионам. Евгения Жировова, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Асфальт снова решили укладывать в непогоду. С такой жалобой в нашу телекомпанию обратились жители сразу нескольких районов. Куда торопятся дорожные службы и можно ли заставить их работать в соответствии со строительными нормами? В ситуации разбирался дежурный по городу. Видео интересно. Я полагаю, что оно понравится контролирующим органам. Речь идет об этом месте. И эта дорога строилась в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Она обошлась бюджету не в один десяток миллионов рублей. Сейчас речь идет о последнем, завершающем и самом качественном и прочном покрытии этой дороги. А самое интересное, что на месте сейчас даже спрашивают несколько рабочих, как будто бы испарились, а только знаки остались. А ведь на дорогу Вахмистрова местные жители жалуются чаще, чем здесь появляются строители. У них технология другая. У нас технология. Мы спросим, да, зачем так ложите, да. У нас технология такая. Так сказать, и все. Весь ответ. На всех участках, которые у нас ремонтируются в рамках безопасной и качественной дороги, да, будет проводиться оболтурное исследование. То есть в случае, если недопосовестно выполнялись работы, да, некачественно, то есть это покажет оболтурное исследование. И проблема касается не только Вахмистрова. Здесь, на проспекте автомобилистов, асфальт укладывали при таких же условиях, как раз так же в минувшие выходные. Можно ли такие дороги называть качественными и безопасными? Наверное, можно. Но что более вероятно? Когда щебень мокрый, сверху укладывается асфальт, температура которого больше 100 градусов. Он, соответственно, попадает на воду и образуется паровая подушка. Но в дальнейшем это перейдет к преждевременному разрушению асфальта. Ответственные лица говорят, времени для контроля более чем достаточно. В случае некачественной укладки асфальта подрядчик будет работы переделывать. То есть асфальт будет дорабатываться. Ну что ж, а мы считаем, что качество выполнения работ необходимо контролировать не только тогда, когда они завершены, но и в процессе их производства. Если вы согласны с этой точкой зрения, находите нарушения и жалуйтесь. По городу дежурили Артемий Ушаков, Виктор Гоновской, телекомпания «Арегус». Нам все еще есть о чем рассказать. Смотрите далее в выпуске. Пилят по-черному. В Бурятии задержали незаконных лесорубов. Травмоопасный подъем. В Кабанском районе при восхождении женщина сорвалась с тропы. Ставки на ипотеку пошли вниз. Но повысит ли это спрос на жилищные кредиты? Тайга в Бурятии полыхала. Из-за гроз возникли сразу четыре природных очага. Всего же накануне тушили пять лесных пожаров. Из них три удалось ликвидировать. Остальные действуют. По сообщению Республиканского агентства лесного хозяйства, площадь возгорания небольшая, менее 10 гектаров. Тушение осложняется тем, что лес горит в отдаленных от дорог местах. Учитывая рельеф местности, добираться до очага непросто. Напомню, что в лесах республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Всего же с начала сезона на территории Бурятии произошло более 250 пожаров. Огонь прошел территорию свыше 20 тысяч гектаров. Особый противопожарный режим в Бурятии не останавливает черных лесорубов. С начала месяца их задержали на территории двух районов. Лесники 3 июня обнаружили незаконную рубку сосны в Кижингинском районе. Лесные грабители срубили более 30 деревьев. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Всю технику и заготовленную древесину на месте рубки изъяли. 6 июня в ходе патрулирования был выявлен еще один случай незаконной рубки в лесах Заиграевского района. Там был на месте задержан гражданин, заготавливающий сосну. В результате его действия в лесном фонду был нанесен ущерб в размере почти 60 тысяч рублей. Между тем, с начала года в Аланды выявили уже 370 фактов незаконной вырубки леса. Нелегальные дровосеки уничтожили почти 8 тысяч кубометров древесины. Ущерб от их действий достиг 164 миллионов рублей. Наложено 150 административных штрафов. Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Обзор этого и других происшествий подготовила Ольга Арсунукаева. Ольга, ну как же водитель не заметил ребенка? Переход был нерегулируемый и на повороте с улицы Бабушкина на бульвар Карла Марца водитель просто не увидел ребенка. Мальчика с травмами головы и переломом ноги госпитализировали в больницу. Со слов очевидцев, это были не единственные пострадавшие. Серьезные травмы получил и участник другой аварии. В 102-м микрорайоне не смогли разъехаться Тойота Филдер и Лада Гранта. От удара сработали подушки безопасности, но от серьезных травм водителя такси они не уберегли. Помощь понадобилась и его пассажиру, и второму участнику ДТП. Трагично закончились выходные для 66-летнего жителя станции дивизионная. Он не смог вовремя покинуть горящий дом. В больницу скорой медицинской помощи его доставила служба медицины катастроф, но противошоковая терапия уже не помогла. Больной был сознание на уровне оглушения, ну то есть это в неадекватном состоянии. Диагноз был термоингаляционная травма, термический ожог головы, обеих верхних конечностей, нижних конечностей и туловища. Мужчина получил ожоги 80% тела. Спустя 12 часов скончался в реанимации. На другом пожаре жертв удалось избежать. Возможно, потому что горело производственное помещение и в ночное время. За зданием Октябрьского суда вспыхнул цех по сборке мебели. Никого не было, рубильник был выключен. У нас есть такая версия, что у нас вот здесь вот мальчишки через те гаражи залазили. Возможно, что-то как-то там вот поменилось, или что-то они бычок может бросили. Ну я не знаю, потому что сторож, как сказать, отдыхал в своей коморке, а ветер шел в ту сторону, и в общем он ничего не слышал, пока не появилось пламя уже над крышей. С пожаром пытались справиться несколько часов, но потушить удалось только к утру. Не удалось отстоять офисное и подсобное помещение и выставочный мебельный зал. Зато поубавила пыл группа туристов в Кабанском районе. При восхождении на пик нефтяников одна из туристок сорвалась с обрыва. Видимо, не учли иркутяне, что в это время на склонах Хамар-Дабаны еще лежит снег. Женщина подскользнулась и прокатилась с крутого обрыва 250 метров. В ожидании помощи пришлось пролежать несколько часов. Группа туристов была не зарегистрирована в поисково-спасательных формированиях. И тем самым мы не могли знать точные координаты группы. Поиски длились 8 часов. С черепно-мозговой травмой и переломами рук и ребер женщину госпитализировали в одной из республиканских больниц. А вот к нашему земляку помощь прийти не успела. В Москве во время рок-фестиваля «Дикая мята» утонул известный в республике диджей. Константин Кожевников работал на радио «Сибирь-Байкал» с самого его основания. Почти 7 лет. 10 июня известный ведущий и музыкант уехал на рок-фестиваль. Спустя сутки родные и близкие узнали, что его не стало. По предварительной версии молодой человек утонул. Но все точки расставит следствие. Все это время тело будет находиться в Москве. Средства, необходимые для перевозки и похорон, собрали благодаря неравнодушным. Но желающие помочь родственникам все еще могут это сделать. Спасибо, Ольга. Узнать реквизиты для перечисления можно на нашем сайте. А мы продолжаем. Цены на ипотечное жилье пошли вниз. Такое решение банки приняли по требованию президента России. Еще на прошлой неделе глава государства предложил рассмотреть возможные варианты снижение ставок по ипотечным кредитам. И уже сейчас опустились на 9,5% в год. Стоит ли бежать в банки за квадратными метрами сегодня, выяснял Артемий Ушаков. В начале этого года ставки по ипотечным кредитам достигали 14%. При сроке кредитования в 10 лет квартира дорожает почти в 2,5 раза. Ипотечные портфели банков насчитывают триллионы рублей. А на льготы не всегда могут надеяться даже многодетные семьи. Мешает закон. Вопрос поставили перед президентом России на прямой линии. Его нужно поправить. Стоит это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. Это не такие уже большие деньги. Большие, конечно, но не такие большие. Я имею в виду необходимость поддержки семьи с детьми и решение демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. К поправкам приступили почти сразу. Сбербанк, к примеру, уже заявил о снижении ставок до 9,4%. В ближайшем будущем обещают снизить еще. Потому эксперты предлагают внимательнее следить за движениями банков. Всем желающим поправить свое жилищное положение. Ниже ставки 7%, скорее всего, наверное, ожидать в ближайшей перспективе будет очень сложно. Более того, дай бог, чтобы эта ставка вообще продержалась, скажем, длительное время. Впрочем, в Государственной Думе вообще предлагают сделать банки промежуточным звеном. По мнению депутатов, жилищным кредитованием должно заниматься само государство. Тогда и проценты будут ниже, и права дольщиков прочнее. Убрать и все эти ипотечные дела, и ЖСК, все вместе. Пускай не устроят. Министерство строительства и жилищно-коммунальное строят, эксплуатируют, убрать все управляющие компании, если они обрабатывают. И продают. У вас выбор будет. У вас мало денег вот за миллион рублей квартиры. Вы начнете с такой квартиры. Разбогатеете, потом продадите, купите за 5 миллионов. Разбогатеете за 20 миллионов. Но вы ни с чем не обязаны. Вам дают смотровой орган, выбрали, захватили, принести квитанцию из банка, получили ключи. По мнению депутатов, если государство возьмется контролировать этот рынок, меньше станет и обманутых дольщиков. Только в прошлом году в Бурятии на проблемы с застройщиком жаловались более тысячи семей. Артемий Шаков, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Арегус». Восточный экспресс набирает обороты. Смотрите далее. Ярко, весело, задорно. Как в Улан-Удэ отпраздновали День России, смотрите в сюжете без комментариев. Кто же, кто же она самая талантливая, умная и красивая девушка Бурятия? Вы узнаете в материале, я не нанимаю. Бурятия отпраздновала День России. В один из самых молодых государственных праздников в столице республики провели флешмоб. Более 40 специально подобранных в цвет триколор автомобилей выстроились в надпись «Россия». Официальная часть праздника прошла по традиции на главной площади города. Там провели сразу два концерта, более 600 участников на одной сцене. Открыли вечер хоровые коллективы республики. После микрофон перешел к звездам театра и эстрады. В концерт «Караоке» поет «Республика» вошли лучшие российские песни 20-го столетия. Подробнее о том, как это было, смотрите далее без комментариев. Народный праздник В хоре могут петь все, вне зависимости от того, какие у них музыкальные способности. «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Понимаем в России знамя!» Добрый день, уважаемые земляки! Я вас всех поздравляю с праздником, с Днем нашей Великой России! Товарищи, обсудим доклады и сообщения. Считаем ли нам необходимым выявление жизни и здоровье? Это наша Родина, и мы гордимся, естественно, что мы родились именно в России. Слава Богу, что народ оценил праздник, День независимости России. Большой праздник! Слава Богу, что народ оценил праздник, День независимости России. Большой праздник, День независимости России. Большой праздник! «Россия! Большой праздник! 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 Большой праздник Этот конкурс красоты точно запомнится. Впервые победительницами стали сразу две девушки. Сначала я позвоню бабушке своей, потому что она в меня никогда не верила. Я ей позвоню, прямо скажу, бабушка, я выиграла. Я подарю этот букет своей сестре. Здравствуйте. Это просто самая лучшая поддержка, которая только может быть, мне кажется, это семья. Кто еще пришел вас поддержать? Мама моя пришла. Общение, прежде всего, да, знакомство, общение. Потом, может быть, и подругами будут. Наши жули так и не смогли быть самым красивым. И победа достается от Милучиха. Проспомнение, чем это живо. Для Милы от Милы от Милы от Милы. Я учусь в Брюцком государственном университете, Кабанский район. Я из Могойтского района, поселка Могойту. Но сейчас учусь в первом московском образовательном комплексе. И специально ради конкурса приехала сюда, потому что это была давнишняя моя мечта. Мы не думали, что будет две короны главных. Мы присоединяемся к поздравлениям. Это была последняя информация выпуска. Обо всех событиях вы можете узнать на нашем сайте. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова